ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 агрегата. Осенью 1973 года пришел первый настоящий успех. Мартеновцы дали 14 плавок. И хотя сварена была пока рядовая сталь, перспективы двухванки уже не вызывали сомнений. А когда спустя год была окончательно освоена технология выплавки на двухванном агрегате легированной малоуглеродистой марки стали, все скептики и критики были просто посрамлены. Мартеновцы своими рекордами прославили Криворушталь на всю страну. В 1977 году вступил в строй двухванный сталиплавильный агрегат номер 6. Проектной мощностью полтора миллиона тонн стали в год. Завершилось строительство Блюминга номер 3. Необходимые еще полтора миллиона тонн стали прибавились после реконструкции кислородно-конвертерного цеха номер 2. Завод замкнул цикл и сбалансировал свое производство. Едва ли не первыми в отрасли на Криворушталь поняли важность внедрения автоматизированных систем управления производством и технологическими процессами. В начале 70-х на базе маленькой лаборатории вычислительной техники начал создаваться электронный мозг завода. В 1974 году был сдан в эксплуатацию заводской вычислительный центр. В нем разместилось несколько новейших по тем временам ЭВМ. Ни одно металлургическое предприятие страны не имело тогда такой мощной техники. В 1975 году был создан новый отдел автоматизированных систем управления производством. Обработка заказов на поставку металлопродукции, планирование и выдача заданий на ее производство, учет труда и заработной платы, эти и многие другие виды деятельности завода были успешно автоматизированы. Хрусталик эпоху дефицита официально считался предметом роскоши, но на теле был неотъемлемой частью домашнего интерьера, предметом мечтаний советской хозяйки. В середине 70-х вот эта в прямом и переносном смысле хрустальная мечта стала вполне реальной для любой криворожской семьи. На Криворожстале открылся новый цех по изготовлению хрупкой и изящной продукции. И хотя выпуск хрустальной посуды не входил в перечень основного производства, и в этом необычном для себя деле криворожстальцы достигли совершенства. Начали изучать этот вопрос, оказывается он не такой простой. И у нас нет, я фактически на Украине специалистов таких нет. Начали изучать, оказывается в Белоруссии есть завод, так мы взяли оттуда специалистов, запроектировали, так и эти специалисты освоили и начали производить хрусталь. Ну, во всяком случае, я думаю, у каждого криворожанина есть, значит, какое-то воспоминание от криворожстали. 70-е годы для криворожстали – время активного роста и стремительного строительства, причем не только в производственной сфере. В конце 70-х как никогда успешно решался самый насущный советский вопрос – квартирный. Сотни семей криворожстальцев стали в эти годы счастливыми новоселами. Но возникла другая проблема – транспортная. Географическая специфика города, десятки километров отделяющие дом от завода, перебои в работе общественного транспорта – все это привело к тому, что опытные работники стали покидать завод. Возвав 50 семей, отселили, дал команду, чтобы пришли ко мне, привезли людей. Ну, не всех собрали, но во всяком случае собрали. И один там мужичец говорит, Николай Алексеевич, ну в чем дело, чего мы уходим? Мы не хотим уходить. Но пока я доберусь, скажем, до завода, у меня три пересадки, и у меня ни одной пуговки нет. Вот тогда я взбеленился, поехал и проехался по этому маршруту, и к Бабичу, и мы вместе пробивали вот этот скоростной травмой. Пробить-то этот вопрос пробили, добро получили, но помогать, обеспечивать строительство Криворожского скоростного трамвая необходимыми материалами никто не обещал. Снабжали в первую очередь областные центры, в которых в это же время принялись за сооружение метро. Госплан отказал Кривому Рогу в поставке тюбингов, а без них работа в тоннелях была невозможна. И вот эти тюбины были на вес золота. И мне сказали, хорошо, разрешаем, даем денег, но тюбины будешь делать сам. И вот мы начали, а тюбины это как раз крышу держится. Там особые условия. Они должны быть чугольные, они должны быть, ну, во всяком случае, там очень серьезные производства. И вот мы у главного механика, который корячились, мы вместе с этим и сделали. Первая очередь Криворожского скоростного трамвая была запущена 26 декабря 1986 года. С пуском девятой доминой печи Криворожсталь превзошла результат магнитки и стала крупнейшим в Советском Союзе производителем чугуна и вторым предприятием в стране по выпуску стали. Казалось бы, флагман отечественной металлургии. Но предприятие официально продолжало называться заводом. Эту очевидную несправедливость очень долго не удавалось устранить, хотя вопрос об изменении статуса вызревал давно. И как это часто бывает, последним толчком послужила случайность. Ну, а если точнее, случайно услышанная директором завода реплика незнакомой девушки, которая назвала Криворожский молокозавод аббревиатурой КМЗ. Ну, действительно, ведь молокозаводов в одном кривом роге несколько, а Криворожский металлургический завод, он один такой во всей стране. Этот случайный эпизод и стал последней каплей, переполнившей чашу терпения. Хотя вопрос переименования завода нашел понимание в Киеве и свою поддержку обещал Владимир Щербицкий, но не все оказалось так просто. Металлургическую продукцию под маркой КМЗ отправляли на экспорт. Ее знали во многих странах мира. Кроме этого, необходимо было сменить печати и полностью обновить всю документацию. Одним словом, проблема оказалась сложной. И решить ее удалось только в Москве, на уровне председателя Совета Министров Советского Союза Косыгина. Я подошел к Алексею Николаевичу и говорю, Алексей Николаевич, у меня буквально на пять минут. Он говорит, хорошо, пошли. Зашел к нему в кабинет. Что у тебя? Я говорю, и рассказал. Вот смотрите, какие данные. КМЗ и рассказал про эту девушку. Молокозавод, все он хохотал там. Говорит, ну хорошо, иди. Вот я ушел, а через месяц переименовали. Постановление Совета Министров было и переименовали Кроверостом. В начало 80-х заканчивалось великое строительство и освоение новых агрегатов. Комбинат вступал в пору зрелости и празднования победоносных рубежей. 29 мая 81-го года на доминой печи номер 7 была выплавлена 200-миллионная тонна Криворожского чугуна. Буквально через три недели на Криворожстале отмечали новый праздник. На первом мелкосортном стане была произведена 150-миллионная тонна Криворожского проката. И, наконец, в канун октябрьских праздников 82-го года комбинат преодолел еще один значительный рубеж. Выплавлена 200-миллионная тонна Криворожской стали. С такими славными итогами Криворожсталь подходила к своему золотому юбилею. Это было время, когда очень одержимо работали. И не правда, что только работали из-за страха, как иногда сейчас. Нет, работали искренне веря, что еще миллион, еще два миллиона, и светлое будущее, да, и коммунизм наступит. 80-е годы. Это было время единогласного одобрения, продолжительных аплодисментов и сложившихся ритуалов. Одним из таких ритуалов было назначение высоких должностных лиц лично генеральным секретарем. Должность директора Криворожстали входила в номенклатуру ЦК КПСС. Ну, началось из, ну, такого небольшого анекдотического, анекдотической коллизии. Когда я попал на прием к Брежневу, вот меня повел секретар ЦК Владимир Иванович Долгих, тогда был по тяжелой промышленности, вот в кабинете Нагина, на площади Нагина, такой длинный кабинет, вот он открывает дверь, проталкивает меня вперед, вот я страшно волнуюсь, сидя к генеральному секретарю, вижу, там сидит Леонид Ильич, это был 81-й год, февраль месяц. Да, это было, ну, чуть больше года он прожил, в ноябре он умер, с следующего года, то есть уже генеральный секретарь довольно, скажем, чувствовал себя небодро, мягко выражаясь. Леонид Ильич посмотрел бумагу и говорит, мы тут посоветовались своим голосом, вот, и решили направить вас директором магнитки. Ну, я совсем заволновался, вот Долгих меня успокаивает, говорит, да не волнуйся, там все правильно написано. В общем, вышли за дверь, я поклонился, поблагодарил, вышел, а там сразу набросился на Владимира Ивановича, ну, что мы так не договаривались, ну, при чем тут магнитка, у меня уже мысли, когда генеральный секретарь ошибся, сразу меня на магнитку и отправят директору. Ну, потом зашел к Ястребу, тяжелым отделом, говорит, я не знаю, почему случилось. Наверное, говорит, потому что там было написано, что вы по чугуну больше магнитки, а и вообще Криворожсталь трудно выговаривать генеральному секретарю. Виктор Дмитриевич Гладуш, выходец Криворожстали, первый руководитель, который прошел в родном коллективе все ступени роста, от вальцовщика, начальника цеха до генерального директора комбината. Кому же, как не ему, было понимать все нужды и чаяния заводчан, знать возможности и перспективы коллектива. Пройдя первый день директором на Криворожсталь, я поставил задачу закончить заводоуправление. У нас не было заводоуправления. У нас было старое заводоуправление. Ну, когда-то это был контора доменного цеха номер один. Он строился первым. И мы закончили вот то, что у нас называется инженерный корпус заводоуправления. Это были первые небольшие победы, которые порадовали, думаю, всех без исключения на заводе, что мы могли перебраться в более-менее современный, более оснащенный для работы инженерный корпус. Одним из важных структурных подразделений завода стала в эти годы центральная заводская лаборатория. Освоение скоростной разливки стали на вартеновских печах, выпуск термопрочненного проката, внедрение неразрушающих методов контроля качества продукции. Наука стала неотъемлемой частью производства. Разработки ЦЗЛ успешно внедрялись на многих металлургических предприятиях. Талантливые работы инженеров Криворожстали были неоднократно отмечены на ВДНХ СССР. Вот такие изобретения у нас были на Криворожстале, которые разошлись по всему Союзу и по всему миру. Это, допустим, термопрочнение. Это пионеры, мы здесь. Это, значит, из марок стали, таких низколегированных или совсем нелегированных, мы начали в потоке делать такое свойство, придавать металлу, что фактически при этом можно было экономить в пределах 20-30% металла при строительстве. К началу 80-х Криворожскую металлопродукцию уже хорошо знали в более чем 40 странах мира. Взаимовыгодное экономическое и научно-техническое сотрудничество связывало Криворожсталь со странами-членами СЭФ. Успешно решались и вопросы социально-культурного развития. Ежегодно сдавались тысячи квадратных метров жилья. К услугам Криворожстальцев были современные профилактории и детский сад, благоустроенные общежития, здравницы и пионерские лагеря. Лучшим в отрасли было признано и медицинское обслуживание работников в Криворожстале. В 1972 году городская больница номер 2, которая была создана на базе медицинской амбулатории завода и соответственно работала по цеховому и территориальному принципу, была признана школой передового опыта и награждена орденом «Знак почета». Вскоре было принято решение о строительстве по специальному проекту огромного больничного комплекса. Хорошо всем известная в городе Тысячка стала последней масштабной стройкой социализма. Она была открыта в 1989 году. Строительство Тысячекоечной больницы было очень трудным и долгим. Строили, что называется, всем миром, но зато результат получился впечатляющим. Далеко не каждая областная больница может похвастаться таким современным оснащением. Дорогостоящее лечебное и диагностическое оборудование появилось здесь благодаря Криворожстале. Комбинат и в дальнейшем не оставит Тысячку, уже коммунальные лечебные учреждения, без своей поддержки. В 2002 году именно Криворожсталь профинансирует приобретение уникального аппарата «Искусственная почка». Но все это случится потом. К середине 80-х годов Криворожсталь добилась больших и несомненных успехов. Но часы истории уже отчитывали последние годы уходящей эпохи. Дрехлеющая система еще катилась по налаженной колее. Выдвигались все новые звонки лозунги, спускались планы и уходили наверх победной реляции. Но идеология все больше подчиняла себе экономику и проблемы множились, как снежный ком. К середине 80-х отставание отечественной металлургии от передовых западных технологий становилось все ощутимей. Все более очевидными были издержки административно-командного управления. Не за горами ждали новые испытания, крушение налаженной системы и жизненных идеалов. И единственной неприходящей ценностью, которая всегда составляла гордость Криворожстали от основания до нынешних времен, оставался коллектив. Люди, для которых судьба комбината стала личной судьбой. Я, как убедился и потом, бывая, гликурируя атомные станции и всю тяжелую промышленность Украины, и бывая на всех заводах, такого мощного коллектива, как на Криворожстали, я нигде не встречал. В всей стране, всей стране, твое имя знакомо. День и ночь, день и ночь, солнцем светишься в домах. Ты и мир, и броня, и забота моя. Криворожская сталь, Криворожская сталь. Криворожская сталь, Криворожская сталь, Криворожская сталь. Последнее десятилетие ушедшего века. Каким оно было для Криворожской сталь? Сложнейший финансово-экономический кризис и повальная бортеризация. Поиск новых рынков сбыта и новых ориентиров. Присоединение сырьевой базы и коксохимического производства. Реализация новой программы жилищного строительства и техническое перевооружение. И, наконец, Криворожская сталь на рубеже столетий. Смотрите заключительную серию.